Книга «Открытым оком», 7 том, вопрос, 1984. Если даже верить житиям, что все так и было, то, читая про деятельность прославленных святых, можно ли заметить, что их деятельность сходится с требованиями библейскими? Тем ли они занимались там или просто устраивали образцовые хозяйства и молились строя храмы и кельи? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина Да и как было им не быть образцовым хозяйством? Детей малолетних нет, нахлебников нет, все однополые, о здоровье не стонут, едят мало. И при том постоянный огромный приток дармовой, во славу Божию, рабочей силы, тех, которые нагрешили и теперь пришли замаливать свои прошлые веселые дни. Да и от богатых вплоть до царей, но монастыри отпускали целые деревни, озера, острова. Труд был тяжелый, но с твердой верой, что все это старицу окупится, ибо он для спасения бессмертной души, часто по оброку и по обету. Все делалось на совесть, воров нет, лодыри туда не придут, пьяницы изгнаны. С таким контингентом вовсе уж не кудышный прораб мог бы закрывать приличные наряды. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. Деяния апостолов, 4 глава, 37 стих. У которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Филипп, митрополит, 9 января. Продолжение своего 18-летнего управления Соловецкой обители, Святой Филипп совершенно обновил ее, соорудил в ней две каменные церкви, Успение Пресвятой Богородицы и Преображение Господня. Завел колокола вместо бил и клепал, металлических досок, употреблявшихся для созывания братья на богослужение. Воздвиг для братьев двух- и трехэтажной кельи и больницу, Умножил и улучшил соляные варницы, главный источник содержания обители, Устроил водяные мельницы, завел скотный двор и оленей, Соединил озера каналами и осушил болото, Сделал просеки в лесах и проложил дороги. В сане игумена Филипп сделался снова известным великому князю Иоанну Васильевичу И заслужил его расположение. Царь пожаловал ему грамоты на разные волости, села и другие владения. Подарил ему богатые ризы, сшитые жемчугом, И два покрова на раки угодников соловецких Зосимы и Саватия. А впоследствии прислал тысячи рублей на построение преображенского храма, Два колокола, два золотых креста с драгоценными камнями, И жемчугом, и новые жалованные грамоты для подтверждения разных льгот обители.